Президент провел встречу с министром внутренних дел. Ержан Садзенов доложил, что с начала года в Казахстане снизился уровень преступности, сократилось число краж, грабежей и преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. Главе государства также рассказали о результатах работы по противодействию организованной и наркопреступности, экстремизму, а также о работе службы по борьбе с киберпреступностью. Президент провел встречу с министром внутренних дел. И о готовности предстоящей неочередной аттестации. По итогам встречи президент дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране. Ход модернизации Экибастузской ТЭЦ проинспектировал сегодня глава Кабмина. Сейчас станция несет нагрузку в соответствии с заданными параметрами. Ужас Бегтенов также ознакомился с работой ряда объектов региона. В том числе побывал на строительной площадке Дворца детского творчества для детей с особыми потребностями. Эрбол Абишев с подробностями о рабочей поездке премьеров по Владарской области. Здание будущего Дворца детского творчества возводится буквально на глазах. Уже залит фундамент и монтируется металлоконструкцией. До осени строительные работы обещают завершить. Все работы ведутся согласно графику строительно-монтажных работ. Никаких отставаний не имеется. Перед нами стоит задача до 1 сентября запустить данный объект. Уже сейчас известно, что во Дворце откроют клуб космической радиосвязи и робототехники, студию промышленной архитектуры и дизайна, художественную эстетическую мастерскую и множество спортивных секций. Как уверяют местные власти, в здании будет тепло и уютно. Для экибастуза это особенно актуально. Посещая городскую теплоэлектроцентраль, премьер-министр поручил продолжить модернизацию системы теплоснабжения ИТЭЦ. Выполнен беспрецедентный ремонт оборудования станции. Выполнен 8 капитальных ремонтов на котлоагрегатах и 2 текущих. Выполнен ремонт зданий и сооружений, кровли энергетических котлов, газоходов и двух дымовых труб 2 и 3, а также вспомогательного энергетического оборудования. Экибастуз славится не только горняками и энергетиками. Машиностроение в последнее время здесь развивается мощными темпами. Вместе с широкой линейкой железнодорожной продукции скоро здесь начнут выпускать колесные пары для европейского рынка. Сейчас мы активно занимаемся производством и постановкой на производство европейского колеса. То есть уже прошли ряд аудитов и в дальнейшем мы планируем выйти на европейский рынок. Модернизацию продолжит и на Павлодарском нефтехимическом заводе. Там работают над проектом по выпуску зимнего топлива и дорожного битума. Регион обладает всеми возможностями для создания нефтехимического кластера. Глава правительства подчеркнул, государство обеспечит производителям всемирную поддержку. Ербулабишев, Давлет Кушхарбаев, Марат Игриков из Павлодарской области, 24 КИЗ. Олжас Бегтенов также посетил крупнейшие заводы Павлодарской области, в том числе алюминиевый, электролизный и завод ферросплавов. Пример-министр поручил усилить работу по переработке сырья. К примеру, перед руководством предприятия КСП «Стилл» стоит задача выйти на полную производственную мощность. Здесь выпускают стальные трубы для нефтегазовой отрасли. Завод является вторым по значимости в сталиплавильном секторе. По итогам объезда промышленных объектов, пример обозначил важность усиления работы по дальнейшей переработке сырья. А также поручил оказывать поддержку отечественным предприятиям для дальнейшей индустриализации экономики. Запретить продажу долгов казахстанцев коллекторам до 2026 года в Можелесе сегодня одобрили законопроект, касающийся минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков. Депутаты также предложили запретить брать потребительские кредиты казахстанцам, имеющим просрочки больше 90 дней. Тимур Саппар продолжит. Вопрос закредитованности казахстанцев не сходит с повестки дня как у депутатов, так и у Кабмина уже который год. Несмотря на кредитную амнистию 2019 года, когда части населения просто списали имеющиеся долги перед банками, должников в стране меньше не становится. Более того, в долговой яме снова оказались и те, кому уже ранее их списали. В парламенте об этом заявила глава финрегулятора Мадина Абылкасымова. Именно поэтому в Можелесе сегодня одобрили законопроект о запрете кредитов при наличии просрочек. Также в стране вводят в закон новые новеллы в отношении коллекторов. Продажу долгов казахстанцев коллекторам собираются приостановить до 2026 года. До 1 января 2026 года будет введен мораторий, полный запрет на продажу проблемных потребительских кредитов коллекторам. Во-вторых, дополнительно вводится новое требование о том, что если человек вышел на просрочку 90 дней плюс, то по такому кредиту банки микрофинансовой организации в течение 24 месяцев не будет иметь права передавать или продавать данный кредит коллекторским агентствам. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, хоть и поддержало идею мажелесменов ввести мораторий на продажу долгов граждан коллекторам, пока не считает нужным полностью запрещать такие сделки, отметила Абылкасымова. Но этого хотят депутаты, и у них есть на то основания. Как отметили народные избранники, на начало года в портфеле коллекторских агентств находились долги 890 тысяч заемщиков на 382 миллиарда тенге. В целом же цифры потрясают. 8,5 миллионов казахстанцев имеют задолженность перед финансовыми организациями на сумму 19 триллионов тенге. Из них 8 миллионов 200 тысяч по беззалоговым потребительским кредитам должны 10 триллионов тенге. При этом больше чем полтора миллиона человек имеют просрочку свыше 90 дней, а сумма долга составляет 1 триллион 700 тысяч тенге. Депутат Нузела Шапак отметила, что в среднем долг каждого проблемного заемщика составляет около миллиона тенге. При этом максимальный размер задолженности по потребительским кредитам законодательством не установлен. В новой редакции закона впервые пропишут лимиты для беззалоговых потребительских кредитов. Для банков он составит 5 миллионов тенге, для микрофинансовых организаций – 3 миллиона. Небольшие кредиты выдаются дистанционно, без должной оценки долговой нагрузки. Сегодня в этом сегменте работают 60 компаний. Они продолжают предоставлять микрокредиты жителям под высокие проценты. Нужен запрет на выдачу при просрочке свыше 90 дней. Также в целях снижения долговой нагрузки заемщика предлагается несколько раз продлевать срок действия договора и снимать комиссии по кредиту за каждое продление. Депутаты внесли предложение о полной ликвидации этого вида долга. Сейчас предложение отправлено на заключение правительства. Говорили сегодня в парламенте и о банкротстве. Как сообщил вице-министр финансов Яржан Боржанов, в стране уже списали таким образом 20 миллиардов тенге. Кроме того, он объяснил, почему некоторым казахстанцам отказывают в признании их банкротами. На сегодня 87,5 тысяч заявлений поступило. Из них 10 тысяч заявлений мы приняли, обработали и признали физических лиц банкротами. Вне судебное банкротство, да, это как раз 1600 меньшинных расчетных показателей. Это как раз та категория, которая получала потребительские кредиты, да, на покупку смартфона, бытового техника, может на крайние нужды. Да, вот, но у данных лиц в большей части есть имущество. Самым главным критерием для внесудебного банкротства сделать, чтобы у них отсутствовало имущество. То есть, имея квартиру, как мы можем этого гражданина признать банкротом? При наличии задолженности 2-3 миллиона тенге. Отмечу, что новый законопроект также вводит запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семьи с детьми, даже если за ними числится внушительный долг. Тимур Сапар, Жандос Бетабаров, 24КЗ. Данные 2 миллионов казахстанцев утекли в сеть. Известно, что все они были заемщиками микрофинансовой организации «ЗаймерКЗ», известной также как «РобокэшКЗ». Слив обнаружила государственная техническая служба, сообщили в МЦРИАП. После проверки оказалось, что в свободном доступе оказались личные данные 36 миллионов клиентов различных МФО. В профильном министерстве провели анализы, и как только будут установлены личности пострадавших клиентов, им будут направлены соответствующие уведомления на ЕГОФ Мобайл. В Минцифрея предупредили, в отношении операторов баз данных начнут внепланную проверку. Министерством проводится анализ утекших данных. Совместно заинтересованы государственные органы, будет проведена внеплановая проверка в отношении операторов баз данных, откуда утекли эти данные. Также сообщаем, что граждане, которые были зарегистрированы на платформе «ЗаймерКЗ», могут обратиться в наше министерство с соответствующим обращением, после которого будут приняты меры административного характера. Кражи, грабежи и махинации – это то, с чем обычно сталкиваются полицейские. Но бывают исключения. Много примеров, когда инспектор или оперативник не просто борется с преступностью, но и спасает жизни. О таких героях и их подвигах расскажет мой коллега Рауль Габитов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужчина с ножом напал на патрульного инспектора и бьет его в голову. Полицейский не сдается. Несмотря на ранения, он вместе с коллегами обезвреживает и задерживает преступника. Этот инцидент произошел в семье. А видео записано на полицейский жетон. Началась история со звонка на 102. В диспетчерский пункт позвонила девочка, ее преследовал какой-то мужчина. И она укрылась в магазине. Сначала туда направили участковых инспекторов. Они попытались поговорить с тем человеком, но тот в ответ вытащил нож. Наш патрульный экипаж прибыл в качестве подкрепления. Разговаривать мужчина не хотел. Он просто напал. Я получил несколько ранений. Меня доставили в больницу и наложили швы. Сейчас все в порядке. А иногда полицейские примеряют на себя роль спасателя. Когда, например, врываются в горящее жилище и помогают из него выбраться. В многоэтажном доме произошел пожар. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники специального отряда быстрого реагирования. В квартире находились брать с сестрой. Они были в шоковом состоянии и не знали, что делать. Мы эвакуировали их на улицу и вынесли из дома газовые баллоны. А потом прошлись по соседям и тоже попросили их временно покинуть свои жилища. Никто не пострадал. В метель полицейские тоже приходят на помощь. Вытаскивают людей из снежного плена, доставляют их в пункты обогрева. Вот, например, на трассе в области Абай полицейский пешком ведет автомобили службы спасения к застрявшим на дороге машинам. Оказать первую помощь человеку, у которого произошел приступ эпилепсии, и вызвать скорую. Или даже выступить в роли акушера и принять роды в отдаленном селе. В таких ситуациях полицейские зачастую не остаются в стороне. Но при этом героями себя они не считают. Говорят, служба такая. Рауль Габитов, 24КЗ. Новые механизмы выдачи иностранных бланков разрешения для грузоперевозчиков могут внедрить в Казахстане. Бланки позволяют казахстанским фурам въезжать в зарубежные страны для перевозки товаров. В профильном ведомстве утверждают, что существующий метод несовершенен. Например, в прошлом году из выданных 270 тысяч бланков больше 25% остались неиспользованными. В результате создается искусственный дефицит, и добросовестные перевозчики остаются неудел. Теперь бланки предлагают выдавать только по факту перевозки грузов. Если у вас есть определенный заказ, вы подаете также заявку, это госуслуга через Елицензию. И после того, как одобряется ваш бланк, вы получаете его, и там уже будет указана компания и будущим рассматриваемый вариант указания номера автомашины. Требования к компаниям с иностранным участием в Казахстане. У нас регистрация в Казахстане полностью идет, казахстанское ТО. Весь транспорт, который они привозят и ставят на учет, он полностью зарегистрирован как казахстанские автотранспортные средства. Час водителей должно быть гражданами республики Казахстан. Мы планируем в скором будущем перевести все бумажные бланки, которые мы на сегодняшний день обмениваемся с другими странами, в электронный формат. Международные автоперевозчики-нелегалы занимают стоянки такси в Узкоминогорске. Без страховок, проездных билетов и сменных водителей отсюда ежедневно отправляются микроавтобусы с пассажирами в российские города Новосибирск и Барнаул. Поставить заслон незаконному бизнесу намерены полицейский и оперативники региональной транспортной инспекции. Подробности в материале Вячеслава Ветлугина. Охота на автоперевозчиков-нелегалов начинается с засады. Оперативники региональной транспортной инспекции пытаются с поличным остановить водителей, курсирующих в Россию минивэнов. По сути, теневых бизнесменов, таксистов, не имеющих лицензий и страховок пассажиров. Нам нужно факт фиксировать, как происходит посадка пассажиров, чтобы у нас было достаточно доказательств. Впрочем, доказательная база может рухнуть в одночасье. Перевозчики выставляют наблюдательные посты и убеждают пассажиров прикрывать их. Такие уловки мы видим при остановке транспортных средств полицейскими. Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Калифор, будешь? Барнаул? С каким визитом? На свадьбу? Это группа туристов, якобы друзья, выехавшие на свадьбу. Сценарии ответов у российских таксистов стандартные. И судя по диалогам с представителями власти, казахстанских полицейских и инспекторов, они не особо боятся. Я тебе отвечу так. Остановка делается не на дороге, не на проезжей части. Я как просто людей вожу. Вы ответили сами на свой вопрос. То есть это не... Не такси, не перевозка. Идут на все хитрости, уже такое мнение складывается, что заранее они заказывают все свои маршруты, билеты, обрабатывают этих пассажиров в плане того, что они родственники. И эти родственники, в кавычках, отправляясь в подобные поездки, рискуют собственными жизнями. Транспортные инспекторы поясняют, вопреки всем нормам безопасности, нелегальные таксисты проезжают по 500 километров без сменных водителей, не имеют элементарных бортовых самописцев. И если микроавтобус застрянет или попадет в аварию в степи, его будет крайне трудно найти. Да и ущерб пассажирам не возместят. Они попросту не застрахованы. Все это влияет на безопасность дорожного движения, негативно сказывается в целом и на развитие отрасли. При проведении транспортного контроля зачастую пассажиры и водители утверждают, что перевозка не является коммерческой. По правилам предоставлять транспортные услуги могут только те водители, которые прошли медкомиссию. С диспетчерами обязательно должны сверяться путевые листы, оформляться документы и на пассажиров, и на багаж. Между прочим, в Российскую Федерацию из Усть-Каменогорска отправляются по трем маршрутам. Движение останавливалось лишь в пик пандемии, когда границы были закрыты. В период пандемии эти маршруты были приостановлены, закрыты. Сейчас начинается движение, посадка-высадка пассажиров должна осуществляться в автовокзалах, автостанциях. Но работающих легально в этом году поддержат внушительными государственными дотациями. Для внутриобластных автобусных маршрутов выделено свыше 350 миллионов тенге субсидий. Субсидии получат официальные транспортные компании и налогоплательщики. Их станет больше. В масштабах области поддержат свыше 30 социально значимых маршрута. Уже к началу мая обещают наладить и международное авиационное сообщение с соседней страной. В Кабдинском районе Актюбинской области в ближайшие два года к центральному водоснабжению подключат 4 села. После реализации проектов доступ к питьевой воде будет у всего населения района. Сейчас централизованное водоснабжение есть в 17 из трех десятков сел. В этом году чистую воду планируют провести и в село Кёк-Ю. На эти цели из бюджета выделено 13 миллионов тенге. В селе Кёк-Ю проживают 156 жителей. Здесь 56 дворов. До конца года воду проведем. Остаются населенные пункты Жаман-Коль, Хараганда, Ортак. Их мы планируем обеспечить центральным водоснабжением в следующем году. В Казахстане стартовала антибуллинговая программа ДОСБУЛАЭК. Она направлена на защиту детей от насилия и травли. В проект пока включили 50 школ в 8 регионах страны. Сообщили сегодня представители Министерства просвещения. По словам специалистов, если пилот окажется эффективным, осенью программу внедрят во всех учебных заведениях страны. Очень надеемся на результативность и эффективность внедрения этой программы для того, чтобы помочь нашим детям находить совершенно эффективные механизмы, методики для выхода из этих критических ситуаций, научить этих детей. Кроме этого, эта программа предполагает обучение также и родителей, и педагогов современным методикам помощи нашим детям. По статистике, больше всего случаев буллинга детей фиксируются в Туркестанской, Алматинской, Казлардинской, Жамбылской областях и городе Алматы. Время дискуссии представители госорганов, НПО и общественных фондов сошлись во мнении, что источниками агрессии у школьников зачастую является неконтролируемое использование интернета, а также нездоровая атмосфера в семье. Родители совершенно не отслеживают, что смотрят дети. Иногда те сцены, та информация, которую они получают в интернете, дети, она обязательно накапливается у них, и она ищет выхода. И она находит выход, к сожалению, в каких-то разборках, в каких-то выяснениях отношений, не дружественных, не медиативных, а в физическом насилии в отношении друг друга. Я хочу сказать, что эту цепочку нужно разорвать. Литовский ученый Мантас Якимавичус 10 лет назад разработал продукт Колон Велл для людей, страдающих избыточным весом и испытывающих проблемы с кишечником. Как известно, избыточный вес негативно влияет на организм человека. В результате возникает ряд заболеваний, в том числе болезни сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Наш корреспондент Наргиза Токижанова побывала на лекции ученого. Чтобы послушать лекцию ученого, из Шимкента специально приехали около 30 человек. На встрече Мантас Якимавичус старался просто и ясно донести до слушателей мысль о вреде лишнего веса и его влиянии на человеческий организм, а также рассказал о проблемах кишечника. «Приходят ко мне пациенты или клиенты, как можно называть. Я дарю бесплатно свой продукт Колон Велл. Объясняю, как он действует. Объясняю, что нужно сделать, чтобы решить проблемы здоровья. Это натуральный продукт, семена, травы. И он дает отличные результаты. Плюс сам продукт создает чувство сытости. Тогда человек не переедает и постепенно уходит вес». Сегодня его употребляют больше миллиона человек в мире. Продукт нормализует функцию желудочно-кишечного тракта и поддерживает уровень холестерина в крови. Если его применять правильно, положительный результат не заставит себя ждать. Надо только придерживаться специальной программы, которую разработал ученый. «Продукт приобрела еще в октябре. Пью на протяжении 5-6 месяцев. Он на основе натуральных трав, поэтому очень полезный. За это время я похудела на 5 килограммов. Исчезли проблемы кишечника, появилось чувство легкости». Профессор Якимавичус посвятил много времени всестороннему изучению вопросов, связанных с проблемами кишечника и лишнего веса. Он автор книги «О гигиене кишечника». Помимо продукта для похудения, ученый разработал средства для профилактики болезней суставов и нервной системы, улучшения состояния кожи, волос и ногтей, а также предназначенные для детского развития. Наргиза Токижанова, Радиджа Купов, 24КИЗ, Алматы. Туркестанская область лидирует по числу многодетных матерей. Их в регионе порядка 180 тысяч человек. Матери-героини успевают строить карьеру и ведут активную общественную жизнь, внося вклад в развитие региона. Честование заслуженных жительниц области прошло в драмтеатре. Для женщин подготовили праздничную концертную программу. У меня 10 детей, почти 50 внуков и 30 правнуков. Мне 85 лет. Я очень люблю свою страну. Спасибо за прекрасное настроение. Акцию «Пригласи маму в театр» запустили в Акмолинском русском драматическом театре. Зрители, купившие один билет на представление, второй, специальный пригласительный, получают бесплатно. На нем можно написать свои пожелания маме. Такой подарок для зрителей организаторы приурочили к Международному женскому дню. Акцию проводят второй год и на этот раз она продлится до конца месяца. Сегодня я присутствую на концерте. Как я сюда попала? Благодаря акции, которые объявил русский театр, любимой маме. Эту открытку мне подарил мой сын. Я считаю, что это очень важная акция. Показывает любовь наших детей к нам. Я считаю, что это очень хорошее такое начинание. Человек, что может получить у нас в театре? Это хороший отдых в первую очередь. Как раз таки мы в эти праздники даем хорошую концертную программу из отрывки спектакля. И поэтому я думаю, что это будет один из оригинальных и хороших подарков для самых близких, для наших любящих мам. В Алматы стартовали съемки нового проекта телеканала Хабар «Мега-шоу без жолдос». Его цель – поиск новых талантов и будущих звезд казахстанской эстрады. По словам организаторов, одной из ключевых особенностей шоу станет творческое сотрудничество новичков на сцене и исполнителей, уже имеющих профессиональные достижения на музыкальном поприще. Гафу Али продолжит. Это студия, в которой снимают популярный для зрителей проект кавер-шоу. Теперь здесь установили сцены для шоу «Без жолдос». За кулисами готовятся участники проекта. Каждый из них в паре с опытным наставником составит музыкальный дуэт. Их выступления будут оценивать звезды отечественной эстрады. Как наставник одного из участников, я не могу не испытывать волнения перед выступлением. Мой ученик – невероятно талантливый молодой человек, который упорно трудился, чтобы достичь того уровня, на котором он находится сейчас. Однако, несмотря на все его достижения, я знаю, что на сцене ему предстоит столкнуться с сильными соперниками. Именно это и делает шоу таким захватывающим. Ведущие шоу Ахпулат Утибаев и Газиз Ербулат – главный эксперт проекта Сакен Майгазиев. Это единственные постоянные участники шоу. Остальные эксперты будут меняться каждый выпуск. В наше время начинающим певцам даже продюсер не нужен. Если вы талантливый, вы можете выкладывать свои произведения в интернете, в социальных сетях, к примеру. И этот проект, надеюсь, станет хорошим трамплином для начинающих артистов, выходцев из разных регионов нашей страны. Надеюсь, мы раскроем много новых талантов. Напомним, премьера мега-проекта «Бейшилда» состоится 9 марта в 19.00 на телеканале «Хабар». Не пропустите. Гафуали, Валентин Лобанов, 24КИЗ, Алматы. Модный показ национальной одежды, посвященный Международному женскому дню, прошел сегодня в Астане. Свою коллекцию представила дизайнер Раушан Анаурбекова. В показе приняли участие 25 казахстанок. Среди них Баян Чаймарданова. Она не в первый раз дефилирует в образах от казахстанского дизайнера и считает пропаганду национальной одежды отражением многовековой истории и самобытной культуры казахов. Чтобы сохранить мир, показать наше национальное именно достояние с этой целью, мы начали через именно с города Астаны. Люди смотрят, улыбаются, радуются, поддерживают. Это нравится, но вот говорят же, без прошлого нет будущего. Поэтому мы хотим наше национальное достояние показать глубже и в очень красивом образе. Мы приехали с Алматы, но вообще Аполлар, Ажелер, приехали со всего Казахстана, с каждой области, с каждого региона. Даже есть с аулов, с деревень есть бабушки. В моей группе, в моей команде, то есть в нашей команде около ста бабушек. И сегодня смогли только приехать 25 человек. Эти все наряды были пошиты моей и моей командой. Мои наряды, они специально для дороги, то есть для дальней дороги, очень удобны. Ну и к данному часу это вся информация. Всего доброго и до свидания.